Приветствую вас! Давайте мы с вами для начала попробуем определить, чего конкретно вы боитесь. Все-таки. То есть, ну, вот вы пишите, что у меня часто бывает, когда выступаю перед людьми, презентация растет, еще голос сильно дрожит, начинает, да? Воздуху не хватает, в последнее время я уже боюсь выступать. Чего вы боитесь? У меня еще агрофобия. У вас куча-куча фобий, откуда вы все это знаете, это уже, как бы, наверное, вопрос немножко другой, да? Вот, но было бы здорово, если бы вы все-таки пользовались не какими-то терминами, да? она профессиональными, которые используют, ну, наверное, которые используют вот, э-э-э-э-э-э... как бы именно профессионалы. А было бы лучше, если бы вы, э-э-э, сказали бы нам, ну, все-таки, знаете, как сказать конкретно, чего выбираете. Вот, это было бы идеально. Что конкретно вызывает у вас опасения, что конкретно вызывает у вас страх, да, и так далее. Значит, то, что касается выступления перед публикой, что-то касается выступления перед публикой. Я вам здесь могу сказать следующее, что выступая перед публикой, перед людьми, вы всегда так или иначе выступаете по поводу животных. Ну, всегда. Всегда. По поводу животных. И очень важно, чтобы вот эта цель, или, может быть, лучше сказать, предмет, по поводу которого вы наступаете перед людьми. Был для вас ведущим. То есть, был для вас ведущим, ну, ведущим звеном. То есть, выступая перед людьми, чтобы вы хотели выразить этим людям то, что вы, то, что у вас есть им сказать. Не больше, и не меньше. Вот. Это очень важная история, это очень важный момент, на который вам нужно найти ответ. Вот. Дальше идем. Значит, ну, люди, они, как правило, оценивают. Да, так вы боитесь оценки. Ну, я так подозреваю, что вы боитесь оценки. И вот тут очень важно понять, на мой взгляд, во-первых, почему вы боитесь оценки. То есть, почему конкретно, и как вы боитесь оценки. То есть, в чем вы не уверены в себе. То, что нужно понять, да? Вот вы боитесь оценки. Вы в чем-то не уверены в себе. С этим нужно поработать. С этим нужно поработать и определить свое отношение к тому, чем вы, например, в себе не уверены. Допустим. Дальше. Есть метод. К примеру, парадоксальные интенции. А когда вы, понимая, что чего-то боитесь, даете себе эту возможность, позволяете себе возможность, например, оценивать людям вас, и специально идете на эти для себя последствия. То есть, как бы, специально делаете вот так, чтобы эти последствия стали для вас реальностью. То есть, как бы, специально пытаетесь выступить так, чтобы люди над вами, к примеру, смеялись. Это метод парадоксальной интенции. Вот. Ну, то, что вы можете, к примеру, сделать для себя. Существуют и еще другие моменты. Существуют еще другие способы работы. Существуют еще и другие аспекты возможные. Вот. То, что вы можете сделать. Но, это пока то, что для вас, наверное, будет легче всего. Вот. Помочь вам можно. Для этого нужна более подробная информация о вас. Что касается страха высоты, то здесь, в принципе, можно воспользоваться и транзактным анализом, для понимания того, откуда страх высоты пришел. А можно воспользоваться и теми же самыми способами. Работать. Не только парадоксальные интенции, как, например, но и, допустим, варианты есть еще, еще, поведенчески, поведенчески, когнитивно вас скорректировать. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.